Школа на улице Зорге – объект, к которому приковано пристальное внимание и региональных, и федеральных властей. Сдать ее должны были год назад, потом сроки постоянно сдвигали. В июне этого года мы рассказывали о том, что работы на объекте полностью встали. Готовы школы на 85%. Проблемную стройку посетил депутат Госдумы Евгений Лебедев во время визитов в Саров 20 июля. И нестабильная экономическая ситуация, и, ну, честно говоря, и влияние 44-го федерального закона сыграло, наверное, свою роль, потому что подрядчики, которые выиграют тендеры, они не всегда готовы, ну, скажем, по опыту, по возможностям выполнить какие-то большие объемы работ. Ну, и вот, к сожалению, это случилось. Ну, не только объективности ради в Сарове, это проблема всей страны. Схожая ситуация с Центром культурного развития. Подрядчик там тот же ТСК. Этот объект готов на 50%. Как считает Евгений Лебедев, решить вопрос со строительством и центры, и школы поможет смена подрядчика. Такая возможность есть у губернатора региона. Чтобы это достраивал единый поставщик, то есть без конкурса, которого, значит, берет администрация под свою ответственность. И понятно, что потребуются дополнительные средства. К сожалению, тоже принесут вот такие издержки. Но надо и школу, и культурный центр достраивать. Также Евгений Лебедев отметил нехватку детских садов, особенно в новой части города. Ранее построить их обещала Росгвардия, когда им выделили землю под строительство домов недалеко от третьего КПП. Садики не построены, но земля есть в проектах смертной документации. Если мы договорились, что я буду обращаться в Росгвардию и пытаться найти с ними вот эти точки соприкосновения, где бы они свои обязательства выполнили. Или город предлагает, Росгвардии не хватает, тоже сегодня жилья, они готовы построить несколько домов. Город готов выделить землю для строительства этих домов. Но здесь уже надо будет аккуратно поступить, наверное, как в том известном фильме. Сперва деньги, а вечером в стуле. Также Евгений Лебедев затронул и тему со строительством ФОКа. Пока программа приостановлена, это не значит, что она не будет работать совсем. Но сегодня физкультурно-оздоровительные комплексы в области не строят. Это вопрос на перспективу, и, как отметил депутат, при малейшей возможности к нему вернуться.